Положение левой руки при звукоизвлечении. Чтобы извлечь ноту на гитаре, нам надо зажать её на определённом ладу. Ну, если того требует ситуации, разумеется. Поэтому вспоминаем нашу постановку. В данном случае я вторым пальцем буду сжимать. Пальцы у нас идут первый, второй, третий, четвёртый. Вставлю второй палец на ноту соль. Пока не заморачивайтесь, просто на третий лад. Я имею в виду его названиях нот. Раз, два, три поставили. Мы с вами должны прижать струну к ладовому порожку, что очень важно. А не надавить на сам гриф, чтобы у нас получился звук. Если мы возьмём ноту и зажмём её здесь, ближе вот к этому порожку, видите, у нас будет такой мерзкий звук. Если мы на самом порожке, на третьем ладу, её нажмём, звук у нас будет глухой. Поэтому самое идеальное, скажем так, положение для звукоизвлечений, и тем более поначалу, это вот здесь. То есть нота звучит достаточно чисто. Существуют разные приёмы их комбинации для, значит, прижатия левой рукой и аккордовая техника, и игра соло, и различные виды техник существуют на гитаре. Но я сбоку покажу сейчас. Вот, мы зажимаем струну вот таким вот образом. Вот я сейчас отпечатаю. Вот этим вот местом на пальце. То есть мы его ставим немножечко вот так. Сегодняшний этюд будет удобным. То есть ноты не будут располагаться на соседних струнах, которые мы зажимаем, и поэтому вы лишнюю струну пережать не сможете. Об этой проблеме я поговорю в следующих видео. Вот, сегодня мы берём и прижимаем струну. Не давим на неё слишком сильно. Для того, чтобы струна издавала хороший звук. И попробуем с вами простенькое упражнение. Поставим палец, второй палец, или первый, если вам удобно. Сегодня можно как угодно. На третий лад, на шестой струне. Струны, напоминаю, что струны у нас считаются первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая. У каждой есть своё название. Это струна ми, первая. Это струна си. Это струна соль, третья. Это струна ре, четвёртая. Это струна ля, пятая. Это струна ми, шестая. На две октавы ниже, чем первая. Видите, звуки похожи, но они не на одной частоте находятся. Поэтому у шестой и первой струны одинаковое название. Но ноты обозначаются там, буквенно они обозначаются одинаково. В записи, в нотной, на нотном стане они обозначаются по-разному. Давайте сыграем с вами такое упражнение. Поставим палец, зажмём третий лад шестой струны и будем играть такой алгоритм. Шестая, четвёртая струна, третья, четвёртая, шесть, четыре, три, четыре. В правой руке. Опять же, оговорюсь, если у вас не получается играть пока разными пальцами, потому что там тоже есть очень много нюансов, о которых я расскажу в следующих видео. Мы с вами начнём одним пальцем извлекать. Немного звука извлечения правой рукой. Я сейчас дам как раз упражнение из металлики. У нас есть поначалу два вида техники. Это игра с опорой. Когда мы, скажем так, продавливаем струну и опираемся на соседнюю. То есть я не вот так, вот этим вот местом, вот этим. Я ставлю на шестую струну и продавливаю её вниз пальцем. И у меня получается такой в басу звук, достаточно уверенный. Вот эти пальцы работают за счёт вот этой фаланги. Вот за счёт неё движется сам палец как крючок. Это игра без опора. Играть, скажем так, щипком. Но не надо вот так вот выщипывать струну. Итак, возьмём с вами известнейшую песню металлики, которую все мечтают сыграть. И попробуем на шесть восьмых поиграть перебор. Такой раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Алгоритм действий такой. Шестая струна продолжает звучать. Шестую струну берём. Третью, вторую, первую, вторую, третью. И считаем по три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И пока что проследите за вашим ритмом, чтобы у вас нотки были относительно ровными по ритму. Поиграйте это в медленном темпе. Следите за тем, что у вас кисть вот так не скакала и не выстреливали ноты. Вот так. Динамически ваша игра должна быть уверенной и одинаковой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.